Аргументом комплексного числа А плюс ВИ называется угол, под которым это самое число, видное в начале координат, по отношению к положительному направлению оси Астис. Соответственно, если вы вот этот угол обозначите буквы R, то имеют место следующие формы. Это R косинус ВИ, B это R синус ВИ, то это о комплексных числах. Сопряженным к комплексному числу А плюс ВИ вызывают комплексное число А минус ВИ, обозначают это чертой из ВИ. Не трудно проверить, что для любых двух комплексных числов Сопряженное к произведению, это и есть произведение сопряженного. И сумма сопряженных, это сопряженная в сумме. Если мы рассматриваем отображение, которое приводит любое комплексное число в сопряженное, то это так называемый автомартизм. То есть сумма переходит в сумму, произведение в предведение, ну, соответственно, часто в частный, разный, разный, естественно. Вот это для двух предпочитетов естественная простая партнерс. Были у меня очень важные сведения и о кватернеонах. А и кватернеон определялся как четырехмерное, что. А плюс ВИ плюс СЖ плюс ДК. При этом было такое же правило сопряжения. Нужно поменять знаки у чисел Е, Ж и К. И было правило, что если есть два кватернеона появления, то сопряженный к сумме, это сумма сопряженной. А вот сопряженный к произведению, там хитрее. Оказывается, нужно переставлять эти два множителя. Для кватернеонов, оказывается, есть понятие множек. А именно, это квадратный корень из суммы квадратов. Или, то же самое, это квадратный корень из произведения квадрнеона на его сопряженную. Мы в прошлый раз успели при помощи квадрнеонов вывести формулу, которая записывает произведение суммы четырех квадратов на сумму четырех квадратов. Там такая замечательная формула получилась. И при помощи этой формулы доказали знаменитую диалему Лагранжа. О том, что любое правильное число является суммой квадратов на четырех целых числах. Ну, все замечательно. Молодцы. Мы в прошлый раз изучали произведение квадрнеонов. Помните, И в квадрате, Ж в квадрате, К в квадрате. Это минус один. И там была такая замечательная штучка. Вокруг были нарисованы И, Ж, К. И на Ж, это будет К. Ж на К, это И. И, соответственно, К на И, это будет Ж. И наоборот. Если переставить, то Ж и И, это минус К. К Ж, это минус И. Это просто по определению. И И, К, это минус Ж. Вот так определяется умножение. Между прочим, в прошлый раз я не сказал, а между тем, это хороший способ газоиноминания. Вместо вот этих вот шести равенств лучше запомнить одно. И, Ж, К равняется минус университет. Посмотрите внимательно. Когда И, Ж умножаешь, то получается К, К на К, это минус один. Когда Ж на К умножаешь, получается И на И, это минус один. На самом деле, вот это одно равенство, оно очень такое, что-то правильное, замечательное. Но не в том дело, как воспоминать эти формулы. В прошлый раз мы успели обсудить скалярное произведение векторов и векторное произведение векторов. А именно, вот это называется числовая часть, как я понимаю, а это называется векторная часть. И если рассматривать только векторную часть, то получается замечательно. Давайте я напишу. Представьте себе, что есть вектор В, который задан следующей формулой. В, И, Плюс, С, Ж, Плюс, В, Д, Х. И есть какой-то другой вектор, вектор У, который задан формулой. Х, И плюс, И, Плюс, И, Ж, Плюс, З, Х. Где и Ж, К, это обычные векторы. Давайте я поставлю стрелочную формулу, что это уже, они имеются в виду, как настоящие базисные векторы в трехмерном пространстве. То есть, 1, 0, 0, Ж, это будет 0, 1, 0, и К, 0, 0, 1, да? Если посмотреть, как определяется векторное произведение, и посмотреть, как определяется скалярное произведение, то произведение квадернеонов, вот давайте так начнем, квадернеонов, и эти числа, эти У и В, перемножают так, как перемножаются квадернеоны. Оказывается, это будет взятое с минусом, взятое с минусом, скалярное произведение плюс произведение векторное. Я напоминаю, скалярное произведение, это, на самом деле, совсем просто. Когда вы берете два вектора и умножаете их скалярно, то вы всего лишь должны перемножить соответствующие координаты и сложить. То есть, в нашем случае, это ВХ плюс ЦУ плюс ДЦ. А когда вы перемножаете вектор, набирается более гидро. Вы должны взять вектор, который перпендикулярен и вектору В, и вектору У. Вот здесь вот какой-то вектор В, а есть какой-то вектор У. Надо взять перпендикуляр, причем так, чтобы длина вот этого отрезка равнялась бы площади параллелограмма, построенного по векторам В. И направление должно быть такое, чтобы, да, смотришь так, что он идет, держится в глаз, то тогда направление вращения от В к У против часовой рост.